Уважаемые участники нашей конференции, исполнилось 200 лет со дня рождения Карла Марса, великого ученого и революционера, основоположника коммунистической теории. Его заслуги перед человечеством исключительно велики, его клад в философской, экономической, социальной и политической науке огромен. Еще будучи молодым человеком за годы учебы в Боннском и Берлинском университетах, Марс изучил историю, философию и право. Он воспринял много изглядов Егеля и Фейербаха, но пошел гораздо дальше. Среди его выдающихся работ экономика философских рукописей, тезисы о Фейербахе, немецкая идеология, критика годской программы, 18-ю Брюмера Льюи Бонапарда, манифест коммунистической партии и труд всей его жизни через четырехтомный капитал. В своих работах Карл Малс вместе с другом и соратником Фридриком Энгельсом научно доказал историческую обреченность капитализма и сформулировал основные основы коммунистической идеологии. Переценить роль Марса в мировой истории невозможным. Это касается не только социальных наук, которые получили мощный толчок благодаря историческому материализму и диалектике. Это касается не только экономики, обогатившейся принципиально важнейшими открытиями в серии теории и капиталистического производства. Идеи Марса сыграли поистине судьбоносную роль в истории народов и стран. Они открыли эру освобождения человеческого общества от эксплуатации, доказали неизбежность победы социализма. Они дали в руки трудящийся тот идейный молот, с помощью которого можно разбить самые крепкие, изощренные оковы капиталистического рабства. Способ реализовать свои философские идеалы Марс находит в активной политической борьбе. Он ведет ее, проживая в Германии, во Франции, снова в Германии, а затем в Англии. В 1847 году он участвует в создании первой международной организации пролетариата, Союза коммунистов, а в 1864-м создание международного товарищества рабочих, первого интернационала. В 1871 году поддерживает борьбу парижской коммуны. Жизнь и деятельность Карла Марса – это не только великое служение ученого и политика на благо человечества. Это каждодневный личный подвиг великого мыслителя, живущего в нищете. Только поддержка ближайшего друга и соратника Энгельса не раз спасала его и семью от голода. Но огромная сила личности Марса проявилась в том, что, даже потеряв четырех из семи детей, он не отказался от выбранного пути и продолжил самоотверженную работу по служению трудовому народу. Преследуемый властями европейский государь, Марс умер в Лондоне, не имея никакого гражданства. Но к тому моменту он уже стал властителем Дум миллионов людей. Сообщая Вильгельму Липкнефту о смерти другой соратника, Энгельс писал «Величайший ум второй половины нашего века перестал мыслить». Этот гениальный ум осенил свои силы не только 19 век идеи Марса, оказали решающее воздействие на истории 20-го, и уверен, они не потеряют свои значения никогда и в будущем. Карм Марс и Фридрих Энгельс перевернули представление о законах развития природы и общества. Они сумели доказать, что важнейшие причины общественных противоречий связаны не с культурными, языковыми и географическими различиями, как утверждают буржуазные идеологи развития общества, зависит в первую очередь от того, в чьих руках крупная собственность и средства производства, как собственники ими распоряжаются и насколько справедливо распределяют создаваемые трудом богатства. Важнейшим достижением Марса и Энгельса является разработка исторического материализма. Они показали неизбежность конфликта между устаревшими производственными отношениями и развившимися производительными силами. Когда в производительные силы экономические отношения входят непримиримый конфликт, социально-экономическая система разрушается, вместе с ней уходит в историю, прежние государственные устройства, утверждаются новые формы общественного сознания, отсталый способ производства заменяется более прогрессивным, и происходит это путем революционных преобразований. Именно эта закономерность является основной движущей силой истории. Из законов, в которых Маркс и Энгельс, открытых Марксом и Энгельсом, неизбежно вытекала необходимость преодоления капитализма. В 19 веке его роль в развитии человечества стала превращаться из прогрессивной во все более разрушительной. Согласно тезису Марксу, развитие капитализма приводит к абсолютному и относительному ухудшению положения пролетариата. В капитале Маркс выводит абсолютный всеобщий закон капиталистического накопления. Он оказывает, что этот закон обуславливает накопление нищеты в соответствии с накоплением капитала. Следовательно, накопление богатства на одном полюсе есть в то же время накопление нищеты, мук, труда, рабства, невежества, огрубления и моральной деградации на противоположном полюсе. Точнее не скажешь. Данное положение чаще прочих подвергается критике. Отрицатели Маркса, как правило, приводят пример улучшения благостояний трудящихся в странах Запада. В действительности, так называемое социальное государство было лишь временной уступкой со стороны капитала. Под давлением примера, поданного Советским Союзом, он предпочел в перспективе социальных потрясений частичное переспределение доходов в пользу бедных слоев населения. После разрушения, предательского разрушения СССР, буржуазий стремительно сворачивает общество всеобщего благоденствия. Это проявляется в падении уровня жизни трудящихся, в усилении социального расслоения, концентрации богатств и власти в руках маленькой кучки владельцев крупного капитала. Этот процесс затрагивает как каждую страну в отдельности, так и весь мир в целом. По данным доклада, составленного группой экономистов под руководством Тома Пикетти, увеличение разрывов в доходах населения наблюдалось в последние десятилетия практически во всех странах мира. Начиная с 1980 года, один золотой процент богатейших жителей планеты получил вдвое больший доход, чем беднейшая половина мирового населения. Наибольшими темпами расслоение увеличилось в США, Индии и России. Еще более яркую картину дает доклад Международного исследовательского центра СФАМ «Состояние богатейших людей планеты увеличилось в прошлом году на 762 миллиарда долларов, а прирост количества миллиардеров оказался самым высоким за всю историю». У нас в стране прибавилось дополнительно 10 миллиардеров, а 20 с лишним миллионов стали нищими. При этом 82% всех богатств владеет 1% населения. За тот же период количество страдающих от голода жителей планеты увеличилось на 11 миллионов. Исторического рекорда достигло в мире число безработных. Согласно информации Международной организации труда за прошлый год, количество не имеющих работы выросло на 5,6% и достигло почти 200 миллионов человек. МОД констатирует, глобальная экономика все еще не создает достаточного количества рабочих мест. Данная тенденция полностью соответствует выведенному Марксом всеобщему закону капиталистического накопления. Она характеризуется увеличением промышленности резервной армии труда, избыточного для капитала рабочего населения. Резервная армия рабочих рус становится важнейшим условием существования капиталистического способа производства. Конкуренция со стороны безработных давит на занятых рабочих. Она принуждает их к чрезмерному труду и подчинению диктату капитала, как писал Маркс. Рост нищеты и безработицы углубление неравен сегодня все больше затрагивает страны из Запада. Большинство развитых стран переживает социальный регресс. За 30 последних лет на Западе образовался многочисленный средний класс. Теперь же происходит ее размывание и обнищание населения. Я не раз бываю в Европе, был поражен, как быстро идет этот процесс. Страны золотого миллиарда достигли такого же уровня экономического неравенства, как и традиционно неблагополучные в этом плане страны Африки и Латинской Америки. Перспективы подавляющего большинства населения ухудшаются. Социальные лифты не работают. Это означает, что низшие слои общества никогда не преодолеют классовый барьер и не смогут воспользоваться благами современной цивилизации. Живя в гетто для обездоленных, они не получат ни качественного образования, ни нормальной медицинской помощи. Их потомков ожидает та же участь. По данным Нобелевского лауреата по экономике Пола Кругмана, только 26% безработных американцев получают какие виды выплат по безработице. И это самый низкий уровень за несколько последних десятилетий. Не будет преувеличений, пишет он, если сказать, что Америка отказалась от своих граждан, не имеющих работы. Этот процесс после разрушения Советского Союза затронул в массовом порядке Россию. За прошлый год суммарное состояние 200 богатейших россиян увеличилось на 25 миллиардов долларов и достигло 485 миллиардов долларов. Одновременно каждой второй стране сегодня живет на 18 тысяч рублей и менее, а это черта нищеты. И это в богатейшей стране мира. Совокупный капитал этих денежных мешков превысил запасы Центробанка и общую сумму накоплений всех остальных граждан России. В то же время численность населения, живущего за официальной чертой бедности, перевалила за 20 миллионов. Реальные доходы населения сокращаются 44-й месяц подряд, прожиточный минимум таков, что прожить на него невозможно. Я два дня назад об этом говорил при рассмотрении кандидатуры Медведева, но в ответ не услышал внятной позиции даже по детям войны, которые у нас влачат жалкость существования. Гитлер отнял у них детство, эта власть отнимает элементарно обеспеченную старой. Стремясь к максимальной прибыли, капиталист, как указывал Маркс, увеличивает прибавивающую стоимость, то есть неоплаченный продукт, поступающий целиком в его распоряжение. Это достигается через два основных приема. Удлинение рабочего дня и сокращение необходимого рабочего дня времени, в течение которого работник создает продукт, окупающий его содержание. Комбинируя оба приема, капитал добивается максимально возможного роста прибыли. Для этого повсеместно переписывается трудовое законодательство в пользу владельцев предприятий, удлиняется продолжительность рабочего дня. У нас уже многие потеряли право на 8-часовой рабочий день, за который мы боролись 200 лет. Урезается право на забастовку, работодатель получает возможность по своему усмотрению ухудшать условия труда и увольнять работника, сокращаются возможности профсоюзных организаций. Они просто разрушаются. Только за последние годы реакционные трудовые реформы прошли во Франции, Греции, Бразилии, Аргентине, Казахстане и продолжаются во многих странах. Всюду государство, используя волю крупного капитала, создает для него самые комфортные условия существования. У нас для того, чтобы поддержать банки, 4 триллиона рублей выделили им за два года. Обещали, что они эти деньги вложат в инвестиции, в развитии. А когда проверили, оказалось меньше 5% в инвестиции, остальное рассовали по карманам и отправили в офшоры. И этот разбой продолжается. Для увеличения накопления капиталисты обращаются к дешевой рабочей силе. Она рекрутируется из иммигрантов, широкий приток которых лоббируют крупные корпорации. Что это, как правило, выходцы из стран Латинской Америки, Европы, уроженцы Африки и Ближнего Востока, в России мигранты из бывших союзных республик, экономия на зарплатах и социальном пакете, капитал обеспечивает себе рост прибавочной стоимости и одновременно оказывает давление на рабочую силу из числа коренного населения страны. Чтобы получить рабочее место, человек должен конкурировать с низкооплачиваемыми работниками и мигрантами и соглашаться на менее выгодные условия труда. Это видно по всем договорам трудовым. Как сказано в капитале Маркса, капиталистическая частная собственность покоится на эксплуатации чужой, но формально свободной рабочей силе и стремится к централизации капитала. Результатом этого становится всевластие всех народов, вплетение всех народов в сеть всемирного рынка, а вместе с тем интернациональный характер капиталистического режима. Так Маркс предсказал движение капиталистической глобализации, которая стала реальностью в сегодняшнем мире. Стремление к росту прибавочной стоимости гонит капитал в развивающиеся страны с их дешевой рабочей силой. Перенос производства страны третьего мира стал одной из сторон глобализации. Безудерную экспансию в поисках прибыли Маркс называл отличительной чертой капитализма. В манифесте коммунистической партии мы читаем потребность, постоянно увеличившимся сбытия продуктов, гонит буржуазии по всему земному шару. Всюду должна она внедриться, всюду обосноваться, всюду установить связи. Буржуазия путем эксплуатации всемирного рынка сделала производство и потребление всех стран космополитическим. Капиталистическая глобализация требует беспрестанного поиска новых рынков, дешевой рабочей силы и природных ресурсов. Выгоду от этого процесса получает только кучка крупнейших корпораций. Подчиняя своему влиянию целые государства, они легко забывают о пресловутых правах человека и экологических нормативах. Чудовищная эксплуатация человеческих природных ресурсов обескровливает развивающий государство. В одной связке с бандитствующими корпорациями идут такие международные финансовые институты, как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Пользуясь нуждой бедных стран, они обуславливают свои программы помощи либеральными реформами, которые разрушают местную экономику и плодят нищету и безработицы. Такие реформы разрушают защитные барьеры государств, уничтожают социальные гарантии, ввергают бедность массы трудящихся, делают страны беззащитными перед жертвами, беззащитными жертвами мирового капитала. Отвратительной изнанкой экспансии капитала является война. В Капитале Марса дана грандиозная картина первоначального накопления капитала, сопровождая геноцидом народов планеты. Слушайтесь его словам. Открытие золотых и серебряных приисков в Америке, искоренение, порабощение и погребение заживо туземного населения в рудниках, первые шаги к завоеванию и разграблению Ост-Индии, перевращение Африки в заповедное поле охоты на чернокожих, такова была утренняя заря капиталистической эры производства. Преступления капитализма не завершились с распадом колониальных империй. На рубеже XX и XXI веков на смену опыльным войнам в Китае, войне в Корее, агрессии во Вьетнаме пришли интервенции против Югославии, Ирака, Ливии. Дипломатия канонерок получила продолжение в виде санкций и блокад различных стран. Источником войн является передел мира между капиталистическими державами и стоящими за их спинами корпорациям. Еще Марс писал о низберности торговых войн, ареной для которых служит земной шар. Эту идею развел Ленин, разрабатывающий теорию империализма. Для планеты капиталист породил, на планете капиталист породил две мировые войны и фашизм. Сегодня неуемные жажды наживы создают все новые очаги конфликтов. Капитал опирается в них на самые бесчеловечные силы, включая неофашизм, религиозный экстремизм и террористовую. Первое мы наблюдаем на Украине, второе в очи видим на Ближнем Востоке. Другой признак капитализма – постоянные экономические кризисы, вызванные его природой. Глобальный финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, в очередной раз доказал порочность мировой экономической системы. Желая максимальной выгоды, буржуазии много лет надувало спекулятивный пузырь, пока он не лопнул. Но все издержки этого преступления были вновь переложены на плечи простых людей, особенно остро почувствовали эти граждане моей любимой России. Они теряли жилье, оставались без работы и средств существования, в то же время корпорации, банки, получали многомиллиардную помощь от государства и снова рассовывали эти деньги по карманам. Вскрывая язвы капитализма, Марс указал на его нравственную убогость, его разрушительное влияние на сознание и души людей. Именно он стал в итоге главной болезнью человечества, как социальной, так и духовной. Капитализм с презрением относится к совести, нравственности, моральным устоям, ведь они мешают ему зарабатывать, в кавычках, миллионы, грабить трудовое население. Всю глубину человеческих отношений буржуазный строй заменяет примитивным законом чистогана. Дружбу, любовь, сострадание, взаимопомощь он приносит жертву золотому тельцу. Идеал капиталиста – это человек с ограниченным разумом, который видит суть существования в постоянном патологическом потреблении. Созданию такого человека служит вся мощь капиталистической пропаганды. Она навязывает обществу ценностей, сводящие к приобретению все новых и новых товаров. Реклама превращается в многомиллиардный бизнес, используя самые изощренные методы манипуляции сознанием. Эту характеристику капитализма также подчеркивает еще Марс, писавший – расширение круга продуктов и потребностей становится изобретательным и всегда расчетливым рабом нечеловеческих, рафинированных, неестественных и надуманных вожделений. Потребительская лихорадка приводит к появлению нравственно опостошенных, одномерных людей, используя термин философа Ерберда Маркузы. Они не испытывают потребность в общении, не интересуются культурой, равнодушны к политике, чем и пользуются хозяева капиталистического мира, легко манипулирующие массой потребителей. Маркс называл это явление отчуждением. В его основе лежит прежде всего отчуждение труда. В условиях капитализма рабочие относят к труду как к принудительному внешнему процессу. Но отсуждается не только сам труд рабочий, но и результаты труда. Конечный продукт не принадлежит рабочему. Более того, он закабыляет рабочие усилия, затраченные им на создание чего-либо, оборачиваются против него самого же. Такой труд, по образному выражению Марса, расчеловечивает человека. Преодоление отчуждения возможно только с преодолением капитализма и частной собственности, с победой социализма. С изменением социально-экономической системы люди освободятся от необходимости участвовать в капиталистической гонке. Это открывает возможность труда как творчество всесторонне развивающей личности. На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех, провозгласил Марс и Энгельс в манифесте коммунистической партии. Мы этому тезису верны и все сделаем, чтобы он был религиозно правдой. Пример сегодняшней России также доказывает историческую проводу Маркса. Глубокий социально-экономический кризис подтверждает, что отказ от социализма и разрушение СССР были не закономерностью, а противоестественным зигзагом истории. Предательство принципов социализма отбросило нашу страну далеко назад. Длительный кризис и массовое обнищение в России все отщетливо показывают миру необходимость нового левого поворота на идеалах и принципах Маркса и Ленина опыте ленинско-сталинской модернизации. Сегодняшние защитники капитализма уже ничего не могут подделать с тем, что Марс, гонивый во многих и непонятый при жизни, востребован современным миром, как никакой другой мыслитель. Это полностью признают даже далекие от коммунистической идеологии политики и ученый. Лауреат Нобелевской премии, всемирно известный американский экономист российского происхождения Василий Леонтьев говорил, что выводы Маркса это выдающийся ряд сбывшихся прогнозов, которым современная экономическая наука со всем ее сложным аппаратом противопоставить ничего не может. А бывший глава Европейского банка реконструкции и развития Жак Оттали заявил, «Ни один человек не оказал на мир больше влияния, чем Карл Маркс в 20 веке». Несомненно, что и в 21 веке можно будет сказать то же самое. Значение Маркса заключается в том, что он, во-первых, открыл основные законы капиталистического способа производства, истинность которых подтверждается спустя полтора столетия. И, во-вторых, Маркс доказал неизбежность гибели капитализма и замены его социалистической формации. Это сделало философа 19 века идейным вожаком последующих поколений борцов за социальную справедливость. Своё развитие марксизм получил в трудах Ленина. Основатель большевизма не просто воспринял теорию Маркса и Энгельса, он творчески развил её применительно к новой эпохе. Важнейшими достижениями Ленина стал анализ империализма, открытий закона, неравномерности развития капитализма и вывод о возможности победы революции и социализма сначала в одной стране. События подтвердили правильность этих идей. Созданная Ленин большевистская партия возглавила борьбу российского пролетариата и осуществила Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Недавно мы с вами отмечали столетие этого выдающего события. Ещё раз хочу поблагодарить вас за активное участвование в праздновании этого грандиозного юбилея. Строительство социализма стало практическим воплощением марксистской теории, подтвердило гениальное предвидение Маркса под руководством Ленина и Сталина СССР, превратился в сильнейшую социалистическую державу, осуществил индустриализацию и культурную революцию. Социалистический характер советского общества позволил сломать хребет фашистскому зверю. Это, с словами Георгия Димитрова, открытой террористической диктатуры, наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее оголтелых элементов финансового капитализма. 20-й век обогатил марксизм новыми творческими открытиями и выводами. Важнейшие дели были предложены Антонио Громши, Жанном Полем Сартром, Эвальдом Ильенковым и другими, как отметил Терри Илтон, автор книги «Почему Маркс был правом» в старом коммунистическом лозунге «Социализм или варварство» всегда усматривали некоторый налет чрезмерной апокалиптичности. Однако, когда история определенно дает крен в сторону ядерной войны и тотальной экологической катастрофы, этот лозунг становится трудновоспринимаемый иначе, как суровую, но неопровержимую истину. Если мы не будем действовать сейчас, то, похоже, капиталист станет смертью для нас гораздо раньше, чем кто-то надеется. Блестяще сказать. Таким образом, в попытке провернуть Марса, доказать ошибочность и актуальность его учения, раз за разом терпит фиаско. По результатам опроса, проведенного в свое время телекомпанией BBC, Марс был назван крупнейшим мыслителем прошлого тысячелетия. А пять лет назад его произведения были включены в реестр ЮНЕСКО «Память мира» Манифест Коммунистической партии «Капитал» является двумя из наиболее важнейших публикаций XIX века, весьма влиятельные и по сей день отмечается в обосновании этого решения. По количеству изданных мини-эземпляров «Капитал» Манифест Коммунистической партии и работа Ленина «Государство и революция» уступает только Библии. Но даже признавая значение идеи Марса, их современные критики совершают один большой подлох. Они утверждают, что Марс писал свои работы в условиях раннего капитализма и что сегодня марксизм уже не актуален. Дескать, за 150 лет капиталист претерпел коренные изменения. Чтобы понять несостоятельность подобных утверждений, достаточно вглянуть на Китай, крупнейшую промышленную державу мира, которая вошла, по сути дела, превратилась в ведущую державу, а в этой стране проживает каждый пятый житель планет. За последние 40 лет Китайская народная республика совершила колоссальный рывок, преодолев бедность и отсталость. Она вышла в лидеры глобального экономического и научного развития и сделала это не вопреки, а благодаря теоретическому наследию Маркса. Важность марксизма для настоящее будущее Китая постоянно подтверждается руководителем партии и государств. На торжественном собрании, посвященной 95-й годовщине, создали Компартии Китая, председатель Си Цзиньпин заявил, слушайтесь в эти слова, мы должны твердо придерживаться нашей идеологии. Самое опасное для партии начинается с уступления этой идеологии. За 95 лет КПК смогла осуществить то, что казалось невозможным. Благодаря тому, что мы придерживались марксизма на практике, мы совершенствовали эту идеологию. Мы никогда не отступали от марксизма. Марксизм и ее развитие внесли большой клад в развитие Китая. Здесь присутствует представительная китайская делегация. Давайте ее поприветствуем, поздравим, поблагодарим. Глубокое изучение марксизма ведется во многих странах. в Братском Вьетнаме, на Кубе, в Венесуэле. В России наша партия всемирно поддерживает работу по изучению и пропаганде идей Маркса. Этому способствует деятельность и нашего движения российские ученые социалистической ориентации. Здесь многие присутствуют. Спасибо вам большое. Материалы, посвященные марксизму... Спасибо, спасибо, поприветствуем. Материалы, посвященные марксизму, регулярно выходят на страницы газеты «Правда» и «Советская Россия», нашего журнала «Политическое просвещение». Хороший резонанс имел цикл фильмов о марксизме, созданный телеканалом «Красные линии». Хотел бы попросить вас продолжить эту благородную и крайне важную для всех нас работу. Капитализм зашел в полный тупик. Это стало очевидно всех. В условиях, когда нарастает разорчирование и протест против капиталистической системы, в мире все более востребована социалистическая альтернатива. Мы отвечаем двухсотлетие Маркса в тревожное время, когда нарастающий мировой кризис вновь подталкивает империалистических хищников к развязыванию войн, транснациональный капитал и политическая элита Запада на глазах превращаются из мировых жандаров в мировых бандитов. Они раздувают военный пожар, психоз, надеясь спалить в нем перспективы обновленного социализма. Коммунисты мира убеждены, альтернатива кризису, хаосу и разрушения существует. Главным результатом многолетней работы Марса стало открытие неизбежности перехода от капиталистического общества к социалистическому важнейшей материальной основой наступления социализма является концентрация капитала обобществления труда, гигантское возрастание размеров и мощи финансового капитала. Говоря о централизации капитала, Марс писал «Один капиталист побивает многих капиталистов». Вместе с постоянным уменьшением числа магнатов капитала, который разверпирует и монополизирует все выгоды этого процесса, превращение возрастает масса нищеты, угнетения, рабства, вырождения, эксплуатации, но вместе с тем растет и возмущение рабочего класса, который постоянно увеличивается по своей численности, который обучается, объединяется, организуется, оно становится самим процессом капиталистического производства. Концентрация капиталов, которая при жизни Марса только начинала набирать обороты, что не достигло громадных масштабов. Крупнейшие корпорации контролируют более 50% мирового промышленного производства, около 70% международной торговли, на них приходится 80% патентов и литензий на новое оборудование, а также 90% экспорта капитала в виде прямых инвестиций. Это гигантские структуры, чей капитал превосходит богатство многих стран. 80% добавленной стоимости в мире создается внутри производственных торговых цепочек, контролирующих этими корпорацией. Они могут запустить технический прогресс в одной стране и остановить и задушить другую. От объема заказов, размещенных корпорациям в той или иной стране, зависит скорость развития экономик, их место в мировой системе разделения труда. Чтобы не остаться на обочине прогресса, многие государства выжданы, выжданы, подчиняться интересам этих компаний. Надо иметь в виду, что они сегодня душат беспощадно и нынешнюю Россию санкциями, поборами, угрозами, натовскими бомбардировками, провокациями, дипломатическими и спортивными преследованиями. Нам не привыкать к этому, но мы прямо заявляем, что без левого поворота обновленного социализма Россия не справится с этим вызовом. Поэтому наша программа «10 шагов достойной жизни», программа нашего кандидата-президента Грудинина «20 шагов достойной жизни» Кардова была и остается самым востребованным документом для трудящихся. Она основана на марсистско-ленинской идеологии и мы все сделаем, чтобы она была претворена в жизнь. Хочу поблагодарить первых секретарей, которые активно работают над воплощением этой программы. Но если факт концентрации экономики в руках крупнейшей корпорации критик Марса признают, то другое условие перехода к социализму они отвергают. Они заявляют о деятельности стерилизации, размывании пролетариата, неспособности рабочих организаций в борьбе за свои права в действительности пролетаризации населения планеты находится на гораздо более высоком уровне, чем во времена Маркса. На сегодняшний день в мировом промышленном производстве занято около 800 миллионов человек. Для примера, 1900 году численность промышленного пролетариата составляла всего 70 миллионов. В мировом масштабе число занятых промышленности рабочих возросло на 46% по сравнению с 1991 годом. Другими словами, характерная для развитых кап стран идея индустриализации не затронула большую часть остального мира. Общее же число наемных рабочих, занятых в различных сферах мировой экономики, превысило 3 миллиарда. Являясь угнетенными людьми, они объективно становятся союзниками рабочего класса, борьбе против капитала, недаром Марс и Энгельс говорили о пролетариате умственного труда. Мифом является и полное угасание энергии пролетариата, несмотря на замалчивание ведущим мировыми СМИ рабочего движения трудящихся, борешь за свои права на всех континентах. 180 миллионов рабочих присоединились в общей национальной забастовке в Индии осенью 2016 года. Во Франции 5 миллионов работников бастовали минувшую осенью против планов правительства сократить рабочие места в госсекторе. 40 миллионов человек приняли участие в прошлом году в общей забастовке в Бразилии направленной против неолиберальных реформ. И это только отдельные примеры. В глобальном масштабе капиталист стал более сконцентрированным и хищным чем когда-либо прежде. А рабочий класс действительно численно вырос рассуждает по этому поводу Терри Игловым. Поэтому стало возможным представить себе будущее в котором сверхбогач скрывается в своих учреждениях и охраняемых городках а миллиард или около того обитателей трущоб етятся в вонючих хибарах окруженных колючей проволокой и сторожевыми вышками в таких обстоятельствах утвердать будто марксист закончился равносильно заявлению что профессия пожарного устарела поскольку поджигатели сделались более изобретательными и оснащенными чем когда-либо раньше. Как подчеркивал Маркс Энгельс Ленин для успешного осуществления рабочим классом своей исторической миссии необходимо создание пролетарской партии становясь авангардом передаемым отрядом оно вносит в массу трудящихся классовое сознание объединяет и организует рабочих в борьбе за их интересы. Прошло полтора столетия с того времени Кадамар миллионов эксплуатация никуда никуда не исчезла она лишь стала более изощренной жить человечество требует перемен перемен в пользу социализма в пользу трудового народа ближайшая цель коммунистов неспровержение господства буржуазии завоевание пролетариатом политической власти отмечалось в манифесте как и завещал Марс диктатура капитала должна быть свернута и заменена на власть трудящуюся большинство освобождение труда и освобождение человека неизменная цель коммунистов всех прогрессивных сил на планете успехов вам мои товарищи и друзья на этом праведном и благородном пути аплодисменты